Все, иди открывай этих коров. Паши-пасти. После обеда. 58 лет. Юрист. Украина. Игнатов Сергей Егорович. Вот он сейчас их выпускает. Шире, шире открывай, шире. Все, хорош. Теперь иди выгоняй их. Выгоняй. Пройди до самого конца, оттуда выгоняй потихоньку. Ясно. Смотри, чтобы он не зацепился за корову. С руки-то цепь сними. Цепь сними с руки. Зацепится и потянет тебя с собой. Вот так. Баря-баря-баря-баря-баря-баря-баря-баря-баря-баря-баря. Вот они пошли. Потихоньку. Давайте-давайте. Ой, какой подошел. Да красавец какой, а. Да лоб у него такой кучерявый. Ой, хороший какой. Э, пошли. Э, пошли. Вон там машина едет. Где-то. Так, вот сюда вот накинь. Так, все. Ладно, ничего не надо. Пускай идут сейчас прямо туда влево не пускать. Там ячмень. Понял. Пусть подожди, посмотри, идут или не идут. Сейчас нужно прогнать мимо пруда. Овечки-то сзади-то. Ты че, алло? Овечек-то подгони сюда. Ясно. Давай. Вот они сами вышли. Давай, 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 давай. Охо-хо-хо-хо, вот они какие овечишки. Вот мы сегодня выгоняем. Вот у нас вторник. Ну иди, вперед. Пошла. Вон, подожди, подожди, видишь, он мощится. Да, да. Мощится. Постой, постой, у него там бежит, я вижу. Здоровый. Налево пошли. Ну туда пробеги слева, маленько подправь, чтобы они на поле-то не зашли. Бегает быстро. А это Саид сидит, как старик в ночное время. По каплице, а вот пошел. Важный какой. Овечки сгуртовались. А это наш музей, комплекс. Все, пока. Вот он бегает хорошо. Сергей Егорович Метов. Я решил, что ничего ему не помогаю, а только контролирую. Угнать на клеверное поле. Вот. Виталий знает, что такое. А экспорты этого на самом деле. Не промахнись. Гнать надо вон на ту крапиву прямо. Они уже с этой стороны у вас заходят. Вам не вернуть их тогда. И шарик, когда он в траве застревает. Он волоком его тащит. Вот так, брат. Коровы стали в тупик. Прогнать. Не просто так. Это место, где мы молились, когда комары нас заедали. Это крест здесь. Крест второй, вон где мы обедали. Возле лагеря. И третий крест здесь. Вот сейчас мы подходим к нему. Это у костра. Уши невысокие. Коровы не идут куда надо. Их надо направлять. Вот они у него встали. Пошли в другую сторону. Вот как он будет их выправлять. И те, которые убежали уже. Только что выгнали. Их надо напоить. И дальше идти. А напоить это надо загнать. Именно с той стороны, где мы были утром. О, овечки пришли молиться. Залезли туда. Там ничего нет. Маленько повернуйся дальше. А это у нас бывший лагерстан. А теперь музей, комплекс для бедных лагерей. Сохранил бы это господь и для потомков. Чтобы показать, как можно интересно жить. Без помощи государства. Для чего у них не просить. И притом отбиваться от нападок. 15 краевых комиссий. Вообразите себе. На вашем производстве. Притом все были задействованы. Все. Прокуратура, суды, санэпидемстанция, пожарные, электрики. Администрация района. Корреспонденты. Чего тут только не было. А потом ФСБ добавилось. Зачем они, не знаю. Ну, все позади. Я благодарность всем возношу. Мы нисколько не пострадали. Блаженные гонимые. И притом нам вреда никакого не сделали. Никого не посадили. Не разрушили. Сейчас хуже даже стало. Именно сломать надо. Отойти нет. Ну, тебе по-своему угрожали с чем-то. Штрафы были тоже. Но ни рубля не заплатил я ни разу. Этого не было. Что-то скрылся мой. Подпас так и нет никого. Где он? Это я иду с велосипедом. Трава тут впереди. Ну, чтобы подойти узнать, что там делается. Где он? Вообще нигде не видать. И кажу так. Пропал человек, не попрала собака. О, сколько их там овешек набилось. Детишки тут были. Все так весело и интересно было. И все хорошо. Хорошо. А корова вредная, вон она, где уже в озере сидит. Он ее не догнал. В озеро она спряталась. Главное, что живой остался. Вот это главное. Вот он сейчас их подгоняет. Отошел подогнать к озеру. А крест наклоненный. Видно, что наклоненный. Ветром свалило его. Бежушарик бы не надоел ему. А то бросит. Мне тогда совсем снимать нельзя будет. Я стою подальше. Как бы, ну, ничего тут такого-то нет. Прошу. Это вот дом, видать, Володя Пащенко. Вот. А поближе тут. Надежда Васильевна, видать, видать. А тут бывший Павлов, Никита, в котором жил. Ну, бросил все, уехал. Это Алешин дом, видать. И Иосиф это любит. Ну, а уже дальше так, крыша серебряная. Это Иосиф. Что-то медленно у него идет. Это вот так мы вдвоем бегаем. 500 рублей в день. Еще 4 часа впереди и будем белить пополам. Ну, я ему сказал, это я все насмешку делаю над собой. Что я главный, а ты под пасток. Согласен? Он юрист говорит, да. Ну, тогда так. 500 рублей это на двоих на день-то. Значит, 300 мне, а 200 вам. Сергей Егорович. Сергей Егорович. Согласен. Ну, а потом эти 300 я вам жертвую на дорогу. Потому что вы издалека приехали, а я на месте. Вот он заворачивает. Смотри, как у него получается-то. Настоящий пастух. Вот как пастухов делают-то. Юрист. Еще зазомбировали его. Не может ветер зомби это выйдут из него. СД-то наши смотрят, с ума сходят. Мы показываем все, как интересно жить можем. Как один мужик двух генералов прокормил из Талтыкова Щедрина. Вот она, корова эта, пришла. Вот она. Вся эта корова. Одна ушла, попрыгала. Самая вредная. Как бесноватая. Вся в грязи, одна. Шарилась где-то. Я не подхожу даже совсем далеко от нее. И не знаю, где она там была. Сейчас идет она вот в гурт. Сейчас пройдет, как прошьет его. С той стороны выскочит, а опять поволокла всех за собой. Она не глядит, не оглядывается никогда. Настоящий член Компартии. Училась, наверное, у вилла. Это вилл такой идол был. В Вавилоне. Вилл. А вилл означает Владимир Ильич Ленин. Тут не надо думать, что... Так это не его. Нет, он на этом остановился. Ульянов он нигде не подписывал. Вот. А Вавилон в Вавилоне был. Вавилон это Москва. Тут все пророчество Иеремии. Бог дал. Это... Тут не надо уже играть. Вот он. С шариком ходит. Еще и песни петь будем сегодня. Вот все. Так, гнать больше не надо. Только чуть-чуть маленько подправить. Они пить не хотят. Они все пошли. Смотри, сколько пьет. А, говорите, не хотят. Больше ничего не надо сейчас. Пускай пьют. Крещико еще маленечко поддави туда чуть-чуть и все. Дальше гнать уже не надо. Пусть сами. Так, все, не трожь их. Зачем пошел-то? Зачем? Отойди оттуда. Наоборот, отойди. Не пугай. Че делаешь-то? Отойди подальше. Я же сказал, не надо трогать. Они пьют. А вы их гоните. Которые на бугре стояли, тех маленько можно было подогнать. Давишь. А сейчас уже не подходи. Иначе те испугаются, не напьются. Не пугаются. Более того. Пьют. Вот они сейчас пойдут на ту сторону. На ту сторону. Вам надо их перехватить. Чтобы они шли прямо, а не налево. Вы можете вот с этой стороны сейчас обойти. Или вон там вокруг обойти. И сразу завернуть вон то желтое поле. Мы же говорили. На зеленое поле, по пологу держитесь. И здесь тоже подгонять надо будет вам. Я не буду гнать. Это не просто так пасти. Постой. Сергей. Эй. Алло. Эй. Эй. Ты этих гони. Этих гони. Не надо. Вот этих гони. Вот этих-то гони. Забирай. Они же не пьют. Стоят просто. Потихоньку перегони. И там завернешь обратно туда по логу. Шарика с собой бери. А то потом как возвращаться. Вот так. Вот какое поле. Какая трава. Как тимофеевка. Не знаю как назвать это. Ну не пырее вроде бы. И вот их Сергей Егорович гонит. Гонит. Никак не ведут. Разбредаются. Щелночным методом. А вещик даже не видать в этой траве. Вот он туда-сюда. Туда-сюда. Шарик что-то упал. Не может. Опросился. Вот. Сергей Егорович решил на руки взять. Пошли, пошли, бегом. Обрызвался. Это дурная корова. Которая дальше была выпущена. Там глаза. Она одна залезла в болото. Он хотел выгнать ее там. Чуть сам, кажется, не утонул. Пошли, пошли. Так все и носит его с собой. Шарик устал, упал, набегался. Трава высокая, он прыгать не может. Он по своей доброте его на... Не знаю, видно ли, нет будет. Потому что на солнце. С цепочкой подхватил 58 лет. Вот так. А сын собаку на руках носит. Это не ради кадра. Это так и есть на самом деле. Щеллочным методом гонит. Я ему после обеда нисколько не помогаю, чтобы он сам научился поправлять. И у него уже получается отлично. Ну, я как думаю сейчас даже. Лучше Никиты никто не пас. Во-первых, у него глаза позволяют видеть намного шире. И зрение хорошее. И высокого роста. Бегает быстро, как олень. Ну, и желал он это делать. Нравилось ему. Все тут. Это они по полю гонят. Хорош! Вот это вот, смотрите. Вот это вот и есть главный лог, к которому мы шли. Там он дальше, в него входит Андреяшин лог. До него мы гоняли. На нем стоило было. Посмотри здесь, сколько воды. Здесь хорошие мутки. Вот. Ну, даже видать отсюда, да? Если плотину сделать, будет водоем? Да, полностью. Это все будет водой запружено. Вот если сейчас здесь перекрыть, здесь будет глубина метров шесть. Это все вокруг будет. Ну, во-первых, это огромный-огромный труд. Тут должно быть несколько бульдозеров. И как закрепить эту плотину, и какие заложить трубы. У-у-у, делов это много. И главное, какой будет экономический эффект? Рыба? Рыба. Орошение? Орошения тут никакого нет. Нечего орошать. Не будет орошения. Дождик орошает все. Да, и дождик. Тут трубы растащат, и все. Я хотел показать. Вот смотри. Вот видишь, сколько отрошков? Да. Вот эта вода текла во время Нового потопа, и все они начинаются вот здесь вот, ну, прям на поле, рядом начинаются. И заканчиваются на одном уровне с этим. Ну, ясно, что вот она, вода шла, христала. Вот она, вот, вот рядом, глядей. Там начинается прям поле, пошеничное. А это что такое? А оттуда вода стекала. Сюда дальше, следующее, следующее. Десятки, десятки, десятки этих отрошков. Вот это вот. А куда вода делается? Где земля делается, вот в этом месте? Ну, это миллионы, миллиарды тонн. Это все землю несло там Караганду, Кузбасс. Вот, а теперь все заросло. Интересно, здесь вот так повыше, я стал копать колодец. И там, на расстоянии глубине метра, вдруг пошел камыш. За что? Такой мумифицированный камыш. Откуда он, когда возле здесь нету? А камыш растет только на воде. Значит, его илом занесло? Да, конечно. О, все, хорош! Ладно, не надо. Не надо, не надо, все. А то уронят у меня там велосипед. Эгэ! И вот теперь отсюда можно смотреть, потеряя вход. Вот оттуда мы смотрим. Крам, ребят. А тут что? А тут шарик. Бегать отпустили его без цепи. Хорошая подошла. И цепь лижет у велосипеда. Ну, вот она где? Вот она подошла. Там что? Там солидол. Вылизывается солидол. А для чего он тебе нужен? Ну-ка. Ну, давай попасем. А мы здесь пасем. Пригнали так называемое клеверное поле. А клевера-то и нету. Раньше был экспорцет. Экспорцета нету. О, шарик под ногой лежит. Язык выстанул. А это лежит. Мой велосипед. Вон она. Списы вылизывает. Ой. Мойка. Велосипеду. Аж шатает его. Ну-ка, давай. Ты какая ты хорошая, а? Давай ешь. А то скоро домой гнать надо. За ушами. За ушами. Ну-ка, давай. Ой, ой. Ну, мне надо идти уже. А? Еще тут нету. Еще дать-то можно было бы себе. У-у-у-у. У-у-у. Вот она. В корзинку полезла. Опа. Язык-то покорябало. Вот и не надо было лезть. Вот она. Смотрит на шарика. От шарика тут сантиметров сорок. Вот как рассыпались. А там он стоит. Сергей Егорович. Пастет я у него. Инструктором сегодня. Вот сюда пригнали. Он не был никогда. Еще тут вполне можно было бы. Но у нас скотина такая, что привередливая. Вот так. Вот. Уже вечер. Я скорее в деревню успел заехать. С обратной стороны заехал. Коров подержать. Ну, а вот Сергей Егорович идет сзади. Еще у нас тут в запасе 13 минут. Это рядом с нашим музеем. Комплекс для бедных лагерей, где 45 лет мы обитали в детский православный трудовой лагерь «Сан». В честь священномученика Климента Анкирского, 312 году мученого. Итак, день позади. Сергей Егорович Игнатов пропас его. Подгоняем, как будто бы минута в минуту. Я приехал пораньше, с велосипедом таскался по степи. И вот сейчас идут уже вопцы. И они там Исааки вышел встречать в защитной форме. И коровы выходят. Они уже знают, куда идти. Баря, баря, баря. Да хорошие овечишки такие. Господь благословил нас на Клеверное, это спорсетовое поле сгоняли далеко. И утром они наелись. Ну, овечишка какая. Ой-ой-ой. Доносик кажется синим. Ну, давайте, давайте. Вот и коровки идут. Но 35, кажется, голов. Этих около сотни. Вот она. Прямо ко мне идёт. Да подошла. Велосипед надо. Ну, ещё. Ну, иди, беги. Отоидут. Рока-то у тебя страшные какие. Страшные рога. Это льва может поранить такая. Ну. Ну, ещё. Велосипед полизать охота. Всё. Отпаслись. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Вот отсюда выгнали. Отсюда загнали. Выгоня туда на дорогу. На самую. Можно до батюшки догнать овечек.